здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я рада приветствовать вас на канале закоренела цветочник сегодня нахожусь в прекрасном доме в гостях правда хозяйка показывать не будет но она будет за которым нам рассказывать про свои цветы потому что девочки такие девочки цветы прекрасно она меня позовала как всегда меня зовут словами все ужас прийти посмотрите цветы цветы прекрасно конечно есть что почистить там потравить еще что то мы с ней все прошли и посмотрели рассказали но смотрите сами какая красота сейчас вам буду показывать и наталья будет рассказывать при входе в дом да мы не будем снимать что тут происходит значит у нас встречается такая вот огромная шикарная юбка которая вот она явно была не стволовая то что называется юбка штамп когда утолщение идет как у на лину стеблю наталья здесь макушка вылезла до сама у вас от корня да 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 пошел росток от корня до от корня пошел росток на 3 подобрала ее на помойке как многие делают это из вас вот а вот это уже она черенковала макушечку и вот вырезала вот это место простите и поместила и вот здесь уже пошли видите один от росточек и сейчас мы покажем здесь 2 от росточек сколько они у вас сидят так вот что они не растут и там кстати у нас 3 лет этот рост на на самом деле они все три вылезли одинаково но этот пошел просто эти так и остались то есть они пока спят так птички вас для красоты петта какой там купила под фиалки вазочки у них были крышечки в виде птичек я этих птичек поставила сюда так вот тут шикарная монстера которая которая что у нас который наталья тоже не жалуется говорит она не растет все она обманывает нас посмотрите какой не новый лист большой и вот здесь вот вторая монстерка у меня такая была на ее благополучно загубила наталья тоже хочет чтобы она была вот такой но она такой не будет может она маленькая и она будет маленько но не кстати будут прорези но вот такой же кажется на такую большую красивую я кстати говоря в прошлом году пыталась пересаживать вот эти горшки посадила их прошлом году и это был шикарный корень а у той почти не было корней вот поэтому я и говорю что она не растет у вас то что не очень для нее большой горшок можно только вместе подсадить если тогда будет хорошо вот здесь вот да причина страданий хозяйки дома это вот хризалиды карпус который ну вот видите не живой не мертвый один умер корешок и там что-то он пытается выпустить но у него это не очень получается мы наверное решили что его стоит все таки выбросите не мучить ну либо садить сейчас мы покажем дальше какие тут еще отросткой отель клан о этот ход красу давно у нас это денежное дерево это денежно это прошлом году от большого-большого оторвали и вот сюда его и вот на месте большой горшок большой горшок большой горшок то что если вы оторвали то были два черенка горшок ему нужен ну вот в половинку вот это у в чем сидит совсем маленький до геранька которая хочет на улицу колонкой к которая вот заболела у меня также заболела растений мы все-таки остановились на том что надо побрызгать топазом ну не знаю тут какая-то хитрая химия говорят есть японская посмотрим вот там по . красивый ауреум сциндапсус маранты вот наталья расскажите мне пожалуйста интересно почему люди рассаживают цветы для чего на самом деле она стала маранта просто умирать вот она просто умерла и все и я взяла ее и нарезала эти кусочки которые мне показались более-менее живыми поставила воду моментально дает корни и когда она мне много-много получилось таких черенков я их рассадила такие маленькие эти самые контейнеры так бы конечно не трогала потому что сам цветок был очень красивый изначально . красивые традисканцы квадриколор который перестали как на начала давать розовые листья нефролепис который мы определили что его все-таки надо подсушивать между поливами потому что тогда не будет у таких вот сухих листиков у него на кончиках но в принципе все равно он дает такой смешной волосатый росточек так здесь у нас дефенбахи две штуки обе зараженные мне был задан вопрос как я определил что паутинный клещ вот у нас идет изменение листа кстати очень хорошо на свету это видно мы переворачиваем лист и видим вот такие характерные кстати через телефон очень хорошо да 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 я всегда так и делаю телефоном приближаю что то есть вот рейдинг вот это за руках муха да да паутинный клещ то есть когда стадии заражения уже совсем большая ту лист у нас но во-первых становится такой то есть все выпивают соки из него а потом уже может такой вот облако паутины накрыть поэтому их надо обе срочно травить потому что ну вот прям вот да да ну я и по дворе у меня такое иногда ощущение что у меня уже про стиху вижу но нет вот эти вот кусочки тоже хризолиды корпусов которые будут сейчас пострижены и сажены наверно трое все-таки ну жалко все равно выбрасывать он там худо-бедно он живет да 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 так наталья хлорофитум который вот на мой взгляд ему не хватает просто воды мы договорились что она будет пересаживать поскольку видите у него не такой насыщенный цвет листьев он абсолютно здоров то есть с ним нет проблем никаких ну-ка мы сейчас через телефон посмотрим ну вроде нет абсолютно здоровое растение про это обрезать да вот эти вот штуки да 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 по зеленому и отпоить а теперь знаете какие наталья красивые вот кто-то этот человек хотел умереть у меня вот этот он сразу получил солнечный ожог да и вот он страдал все остальные ничего вроде вот прям долго они вообще у вас цветут я думаю месяца три уже вот это вот идет три месяца сейчас я аккуратно попробую ничего не сверзив влезть потому что вот эта фиалка она прям покорила мое воображение она сантиметров но пять точно в диаметре то есть на фоне да в таких вот красивых махровеньких она больше вот это наверно раза вдвое тогда самое интересное что тот кто мне дал вот эти листики когда я сейчас показала эти фиалки оказалось что маточного растения такого нет и мы так и не поняли как такое могло произойти что у нее нет таких фиалок а у меня есть а то есть у него вообще вот таких не нету очень интересно ну тогда вам можно в этот селекционер как так получилось я не поняла так здесь вот прекрасно это же китайская хохлата да да эти какая красивая тут целый дом живности это так здорово когда бегают все тут занят всякими разными когтями и прочим кратончик который друзья прям следите за своими кратонами паутинный клещ его постоянный спутника все-таки его надо травить даже просто даже если у вас ничем не болеет фикус джинсенг сколько он у вас он внутри года точно не вот ну то есть корень вот как был так осталось только макушечка подрастает пожалуйтесь на него ладно скажите но я его часто все что ниже обстригаю вообще он мне показалось что это когда его покупала не сказали абсолютно неприхотливое растение принесла его он у меня взяла весь обсыпался стал лысым я подумала что помер товарищ но ничего вопрос вот это вот это то что наталья застригла в корнях его тоже надо травить при этом вот обратите внимание вплотную стоят три растения драться на абсолютно здорово здравствует вот это вот бегония очень красивая на мой взгляд на который тоже наталья наговаривать пытается что она не дохнет не знаю как она у него дух нет она идет просто нужно опору чуть-чуть покрепче и вот тоже нефролепис который да надо будет посмотреть вот у него новые стрелки растут ну вот по моим наблюдениям вот это коричневение идет от того что слишком много воды мы даем сеть какая красивая прям красивая ну чуть-чуть чуть-чуть подстричь кончики и вообще она будет прям любого она кстати тоже выращенная совсем маленького но это не мне уже подарили приличном видео и смотрите тут обитатели дома вот этот вот самый-самый приветливый который прям встретил меня у порога поваял на мне немножко и потом пошел целоваться это наш пёс засос так я так вот это вот и есть материнское растение лет материнского вообще не осталось она как-то умерла очень быстро и все при этом сайте там два здесь три и вот это вот тоже но не знаю может она просто еще не покраснела конь это все из одного из одного материнского может не покраснела может ей мало света фига узнят цветы и как раз вот не надо не у вас здесь хорошо себя чувствует еще одна монстырка еще один хлорофит он только уже зеленый вот там кстати вот у вас еще краску даже не стоит садить а их надо всем они уже не пересадить да еще один джинсенг как я мимо него прошла здесь эти какие корешочки джинсенги ценятся вообще за красоту вот таких вот необычных переплетений корневой системой этому сколько я него купила года три назад уже вот очень приличном таком состоянии у него уже все это было он не вообще похож на из гарри поттера но такие жуткие корни мандрагора да на мандрагору но это тоже сбрасывались очень много очень много он листьев потерял да и вот так вот симпатично он стал выглядеть совсем недавно он был довольно лысый страшный и кстати он стал хорошо обрастать сталки состригла вот эти все места боковые ну потому что они забирают на себя да ну вот строманта который тоже надо потравить его тут два спатика который надо будет садить в один да да ну потому что вот этому я пскала маловато место потому многовато место вот у вас такой красивый кучкой пойдемте покажем вашу пойдемте красоту общительный пёс который сопровождает нас повсюду так посмотрите посмотрите санзеверия ханя стоит наверху и и в принципе она у вас уже много детка мы не снимали но я вижу и можно горшок пошлить чтобы был куда расти тем более у нас есть ящички сингониум это же это то же самое что и вон то да он одинаково сорта разные сорта или вы мне сейчас кажется что тоже от 1 вот не уверена очень может быть потому что этого не может быть потому что они разные вот я про эти неуверенно было время когда я поехала просто в этот оптовую закупку купила много их потом очень много умерла это был первый год я вообще не понимала что с ними делаете очень много процентов 70 померло цветов ну вот здесь каланхойка который мы до съемок уже с наталью постригли и укоренили будет она их переставлять узнете вот и туда надо было счет встречи ну и даже мать более светлое место потому что им тут явно солнца не хватает у вас прекрасные ящички вот санзеверию в таком какой-нибудь можно кого-то красивая пиле я знаете какие у нее пузырчатые пупырчатые листики она здесь такая ампельная форма наталь все в ящичках вам еще орхидеи прошли и посмотрите какая у нее тут оранжереи все это насажает сама вот кстати вопрос про цвет вот и говорит что вы не занимаетесь цветами чего не умеете такие корневища помидор но при этом кстати герань какая-то стоит на для королевскую пытаюсь размножить ту стендапсус еще один а чего их вместе не ссадить а я не знаю что их надо саживать но он что тоже такой какой-то доходяга почему это он доходяк он у нее новый листик вот этот просто можно состричь зеленым где новый вот вот это нет это листика и корешочки все вы можете вместе посадить там горшочек позволяет это с тем салатовым очень страшно одинаковый здорово и вот на только расчет пету не пользуются фитолампами это да вот мы сейчас поспрашиваем какой эффект есть этого но я в этом году добавила две фитолампы вот на эту полку на эту полку раньше все вот эти вот лампы у меня был допустим здесь одна и там одна маленькая получается что пока они были пока света было недостаточно если она вот так вот маленькая то не сюда света не хватает сюда света не хватает и все что стояло рядом она сильно вытягивалась вытягивать вытягивалась да но пету не сильно тянулась это вот сейчас она уже огромная тоже на переросток я никак на улицу не высажу а вообще все становится тонким от недостатка света тонким длинным слабым ну потому что я же начинаю это делать это феврале марте еще общей света нет и здесь у вас темновато мне вообще хочется еще пару стола жизни кажется мало сейчас пройдем там там вот там пройдем и посмотрим еще орхидейки которым наталья говорит что он тоже не может с ним подружиться мне кажется просто на их немножечко не доливает поэтому они вообще не сдали вы никаких болезней вредить или ничего на них но это знаете почему потому что я уже штук 15 штук 15 выбросил орхиды которые у меня померли благополучно очень долго я не понимала чем надо как их это сам очень много выбросил их до их дарят и потом они у меня загнивали но вот это точно будет у вас расти это я вам прям сто процентов вот ну вообще с них все без проблем эти тоже немножечко вы вода дольете они хорошие дают новые листья дают новые корни и вот этот мультик он ну не знаю ну что просто отжирал жрал может а что вот с этой красотой делать знаете это за хиле это было в букете мне букет цветов подарили на так бывает а в нем была такая штука и оказывается не такой приличный корень если достать их и вере вы можете посадить и вместе с красной да в принципе можете отдельно то есть это солнце это вам надо на то окно с чем с чем посадить с денежным деревом ну то у вас по вытянутый ну если садик захотите посадить они по условиям содержания одинаковые раз по неделю полив умеренный и все поможем хотим похвастаться вашими агланемами а еще тут такая вкусняшка у натальи растет и это человек который говорит что у него не растут это кто вон тот который мог там прям вообще вообще красавцы здесь красавцы агланемы если честно прямо не шикарные таких агланем ну не видела очень давно сколько лет они у вас растут года два наверно они были во сколько раз меньше ну мне кажется побольше конечно чем ее растут мало небольшая она была но что-то эта часть вот может вот эта часть была верхняя как-то так ну то есть в два раза за два года до два раза это единственное растение которым никогда не было никаких вот тут вот да пусть не будет но они прям действительно очень красиво и смотрится хорошо так вот так мы дошли до волшебной комнаты с насекомоядными не пентас эти какой наталья рассказать но для меня сегодня было вообще просто открытие вот оказывается вот эта штука до сюда дополнена желудочным сок доказывать это жидкость вообще удивительно и здесь он тоже болтается если потрогать он там есть мне кажется что когда его перевозят если этот сок выльется эти желудочки засохнут поэтому аккуратненько надо его транспортировать вот эти вот он растет хорошо не пентас это ли она в принципе и вот здесь он опирается на окно но он также может мы привозят как ампельное растение здесь вот много новых желудочков попробуем сфокусировать все они все живые потому засохшие которые были мы подрезали и рядом тарана на кстати вот как волосик так не наведется на стекло короче не поймаем и вот здесь посмотрите какая дианы и этот человек который говорит что вообще ничего не понимает цветах но при этом она жирненькая не пытались сказать что надо и в холодильник убирать на зиму я перед что за глупости вообще южное растение который живет на болотах убирать в холодильник на зиму но я себе это прям плохо представляю еще на улице это такая забыл как она называется который розовые цветы на дыню вот тоже что-то настало у меня капризничать мы отрезали большой кусок от нее и вынесли на улицу да это адениум он таким большим колокольчиком не менее олендер 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 тогда просто не вижу да вижу олендр как правило это же надо обработать да наверно ну и напоследок вот такой уж уж никого и который тоже наталья жалуется говорит листья ломает ломает листья то что он толстый он большой крупный абсолютно прекрасный и вот судя по детке ну вот я честно говоря сильно сомневалась но мне нет поводов не верить говорят что вот это его детка по детке это видно что это алоэ вера а вот же наверху они такие же попала заданному алоэ вера как везде пишут растет без ствола а здесь мы видим ярко выраженный ствол а его быть не должно поэтому вот я засомневалась но тем не менее наталья как мы выяснили все дата у него выросла все очень странно итак друзья что могу сказать прекращайте уже наговаривать на свои цветы они у вас прекрасный вот куда я не пришла не везде прекрасно да конечно что-то жрут у кого-то листья кричневеют но бы такому принципу не вас вообще к себе нельзя приглашать домой потому что по сравнению с вами у меня действительно творится страшно но как я всегда говорю это просто жизнь это нормально это естественно мы все стареем умираем возрождаемся рождаемся линяем я не знаю сбрасывают листья растения по осени это нормально просто любите их такими какие они есть и ищите положительные моменты нефролипис не очень чахленький зато ну как мне очень пышный зато у него есть новые росточки у анстера там может быть растет немедленно даже не умирает она растет при этом то есть она вполне зелененькая и хорошо себя чувствует ну а если есть какие-то недочеты в виде вредителей ну боремся что делать либо выбрасываем либо боремся но здесь уж такого жить надеюсь вам понравилось в гостях вместе со мной спасибо что досмотрели этот ролик до конца и надеюсь на встречу субтитры сделал DimaTorzok